Дворник Дворник Асфальта, посыпанная просто углородным материалом, есть замечания по проездам. Наряду с управляющими компаниями, которые добросовестно подходят к работе, остаются и те, кто не хотят выполнять свои обязанности. Откровенное нарушение интересов жителей – это, конечно, неправильно. А житель как настроен? К сожалению, жители эту компанию выбрали и, в общем-то, не настроены переизбирать ее. Это дома, которые раньше обслуживала компания ЖКС. И, в общем-то, конечно, по сравнению с ЖКС, Мичуринская хотя бы на три домов что-то делает. Но, к сожалению, вот такое вот отношение к территории. А кто чистит все-таки территорию? Ну, когда ситуация заходит в тупик, чистим силами администрации. Проверил ход уборки в районах также и первый заместитель главы Самары Владимир Василенко. Основная задача по УДС стоит, это площадки, посадочные площадки, это тротуары в этом вопросе. Потому что уличная дорожная часть практически, да, по борту подбит снег, а на проезжем части до асфальта, но нужно расширять. На уборку в это воскресенье вышла почти вся техника из автопарков коммунальных организаций. При необходимости коммунальщики были готовы задержать смену. У нас в любом случае дежурный круглосуточный, то есть по состоянию смотрим, если у нас есть нужда в выходе техники, выходим. Особое внимание уделили социальным объектам, расчищали подъезды к детским садам, школам и больницам. Следили также, чтобы расчищали подходы к подъездам и обрабатывали антигололедным веществом. Люди, когда пойдут на работу, это в основном, ну, в среднем, да, 8 часов утра, конечно, к этому времени совершенно точно должны быть расчищены тротуары и выходы из подъездов. Проверить качество уборки выехал также министр энергетики ЖКХ Самарской области. С своей стороны, хочу сказать, что министерство энергетики ЖКХ Самарской области будет продолжать мониторинг и работу с управляющими компаниями СТСЖ для более оперативного реагирования на жалобы жителей, для более качественного предоставления услуг жилищно-коммунального хозяйства. Плюсы и минусы работы управляющих компаний СТСЖ и ЖСК оценивали и сотрудники областной госжилинспекции. Фиксируются фото непосредственно, например, неочищенные козырьки, да, неочищенная кровля от снега, наледя, отсутствие уборки при домовой территории, то есть она не посыпана реагентами. То есть вот эти вещи фиксируются, составляет соответствующий акт. И в отношении управляющих организаций, как у управляющих компаний, так и СТСЖ, в случае подтверждения данных обстоятельств, что не убрана территория, к примеру, будут приняты меры административного воздействия. Для управляющих компаний это достаточно значительный штраф до 350 тысяч. О проведении воскресника все управляющие компании были оповещены заранее. Большинство выявили технику и дворников, подвела итог глава Самары Елена Лапушкина. Безусловно, есть управляющие компании, которые не откликнулись на призыв и свои обязанности не выполняют. С ними работают внутригородские районы в рамках жилищной инспекции, с ними работают инспекторы АГЖИ. И эти сведения будут в дальнейшем передаваться в том числе и в прокуратуру. Воскресник прошел во всем городе. С дорог, тротуаров, остановок, общественных пространств на полигоны вывезли около 11 тысяч тонн снега. Израсходовали порядка 100 тонн специального антигололедного вещества. Светлана Кудрявцева, Мария Левина, Константин Головин, Николай Сидоров. События. Воскресник. Продолжение следует.